Чёрное зеркало Которое сегодня в очередной раз представляет редакция подробностей В студии программы Евгений Киселёв Вы только что слышали аплодисменты нашей молодой и очень активной аудитории Можете ещё поаплодировать? Я не буду представлять сейчас всех гостей У нас их сегодня очень много И сразу только хочу к гостям обратиться Поскольку у вас много, времени на каждого из вас мало Я понимаю, что каждый имеет, что называется, свой месседж И хочет, взяв слово, его больше никому не отдавать Но, пожалуйста, очень вас прошу К другим участникам программы отнеситесь с уважением Потому что в среднем на каждого минут 5, я боюсь, не больше Вместе со мной помогать мне вести программу Будут известные журналисты Правда, их здесь нет Точнее, не все они здесь Вот Александр Харибин пришёл Вот, наконец, в этом качестве у меня сегодня Будет ещё и писатель Ирена Карпа Ирена, я вас приветствую Помогать мне будет Алексей Лихман, ведущий подробности Ждём Матвея Гонопольского Вот, ну, и будем начинать Не дождавшись опоздавших Короче, мне кажется, что главная тема этой недели Всё-таки это тема экономики Термая реформа Понятно, очень много идёт разговоров о том Что происходит на Востоке, на Юго-Востоке И мы об этом, безусловно, сегодня непременно, неизбежно будем говорить Но ведь не случайно Президент Порошенко, выступая на пресс-конференции Своё вступительное слово, по сути дела Превратил в презентацию программы Реформ аж до 2020 года В ночь, я не знаю, как сказать, вчера или Точнее, или сегодня В ночь со вчера на сегодня Премьер-министр Яценюк, который встречался в Америке С представителями деловых инвестиционных кругов Тоже презентовал программу действий правительства На ближайшее время Ну, а простой народ интересуется такими материями Сколько ещё будет падать гривна Сколько будет стоить доллар к Новому году Потому что мы знаем, есть заявление национального банка Есть позиция регулирующего органа А есть реальность, которую мы видим в обменниках Доллар купить сложно Наличных денег выдают банки минимум на руки Очень жёсткие лимиты установлены Ну и самый главный вопрос, как зиму переживём Вот давайте от этого станцуем, что называется Сегодня стало известно о неких промежуточных результатах переговоров Между Россией и Украиной при участии европейцев Об этом заявил сегодня комиссар по энергетике Еврокомиссии Гюнтер Этингер Или Этингер, как его ещё называют Так вот, выяснилось, что Газпром обязуется поставить 5 миллиардов кубометров газа Украине по цене 385 долларов за тысячу кубометров Если Украина выполнит до конца октября обязательства Выплатит 2 миллиарда долларов и ещё миллиард 100 миллионов до конца года Итого миллиард, простите, 3 миллиарда 100 миллионов Вопрос, который я хотел бы адресовать нашему гостю Известному комментатору по всем экономическим вопросам Заслуженному экономисту Украины Александру Паскаверу Александр Иванович, а деньги Вот эти 3 миллиарда 300, простите, 3 миллиарда 100 миллионов, они есть? Ну, насколько я знаю, они готов предоставить Международный валютный фонд Готов предоставить, и они есть, это согласитесь Это одно и то же Как говорят в Одессе, две большие Если кредитер надёжный, то это одно и то же Если кредитер надёжный, то это одно и то же А ведь если реформ не будет, то могут ведь ничего и не дать Ведь это, как всегда, условия осуществления реформ Если реформ не будет, то могут быть значительно более плохие последствия Кроме как ничего не дать Тогда ничего вообще не будет, будет коллапс Реформа это единственная форма самосохранения Другой нет, тут не вопрос выбора Можем быть, реформа не может Если мы хотим, если власть хочет вообще самосохраниться Слушайте, вот многие начинают роптать и говорить о том, что Уже прошло семь месяцев, восьмой месяц идёт После того, как власть сменилась в стране А реформ-то как не было, так и нет Согласны с этим? Я думаю, что в значительной мере да То есть какие-то изменения идут Но системных изменений нет И главное, что больше всего я боюсь того, что реформы Если вы под реформами понимаете изменения законов Процедур, организаций То они все будут, я могу сразу предсказать Будут неудачными Если мы не изменим людей, которые делают реформы То есть я имею опыт 23-летней участия в реформах И я могу сказать, что если бюрократии реформы невыгодны То она весьма изобретательна в их противодействии или извращении Поэтому мне кажется, что нужны предреформы А именно насыщение бюрократии Слушай, зиму бюрократия может не пережить Может она вымыть, может её, как говорится, морозы изведут На корню Вместе с нами, Евгений Я думаю, что у бюрократии, насколько я Вместе с нами В офисах всегда тепло Нет, были случаи, когда Ну хорошо, всё-таки, если серьёзно Александр Иванович Я апеллирую к вам, как к экономическому гуру, если угодно Вот другой экономический гуру Кахи Бендукидзе Кахи Автандилович Бендукидзе В прошлом успешный российский бизнесмен Который там переехал в Грузию Работал в правительстве Саакашвили Приложил руку к многим успешным реформам Вот с недавних пор он стал бывать и в Украине И давать советы новой украинской власти Вот совсем недавно он выступил Как вы, наверное, читали А может быть, даже лично слышали его выступление Вот последнее, что Время упущено И уже можно вообще никаких реформ не провести Он радикал Он радикал? По природе своей У него, в другой стране, есть Его радикализм Он считает, что чем хуже условия Тем легче делать реформу Это его точка зрения Я считаю, это правильно Но для этого нужны Очень радикально настроенные люди Для того, чтобы так действовать Пока у нас мы их не видим Да, радикально настроенные люди Радикалы есть внизу Наверху скорее умеренные люди Чем радикалы Ну вот смотрите, здесь есть некое Прошу прощения, давайте Да, вот Игорь хочет сказать Да, конечно Один из украинских радикалов Да, он радикал Да, он от радикальной партии Мы его все знаем Как ведущего Многих автомобильных программ А вот он сегодня у нас Может мы скоро узнаем Как депутат Мы понимаем, что в Украине кризис А мне кажется, что нас обманывают Потому что на самом деле Дефолт и экономический апокалипсис В стране уже произошел И мы живем реально уже В некем постапокалиптическом настоящем Потому что Когда вы обсуждаете Три миллиарда, которые зайдут или не зайдут Люди покупают дорогие автомобили Пока хоровод иллюзий Политики водят Неужели покупают? Подождите Евгений, пока хоровод иллюзий Политики водят с нищими Ко власти приходят люди С упитанными обличьями То есть этот тренд Этот тренд Этот тренд Продолжается, как продолжался До ухода Януковича Да, потому что По рассказам моих знакомых Адвокатов и рейдеров Которые сейчас антирейдеры Решалова продолжается Тоже Прайсы выросли в три раза Всех все устраивает А мне вот интересно мнение Александры Кузель Вы у нас всегда очень радикальны По крайней мере В своих выступлениях Но очень долго не уходили из власти Да, при этом Я правдива Вы радикальная достаточно Александра, поверьте мне Я хочу сказать, что я Вы совсем-то Александр, радикальная Слово не ругательное Ну, вы единственный Наверное, может быть Один из многих достойных Парен парковок Александр Владимирович Поэтому вы радикальны Вы можете сказать Что вы поддерживаете? Я хочу поддерживать Ваше вступление Это Потому что ощущение Такое, что Была такая гулянка за столом Старая команда встала Ушла, села, прошла А состав не изменился И продолжается все то же самое Я выступала и в действующем правительстве Выступала открыто в парламенте О том, что, к сожалению Команда сменилась Не изменились методы Не увеличилась Уменьшилась Но незначительно Например, экологический откат От экологического налога Артем Пшенко брал 75% Сейчас 40% То же самое идет Знаете, один из радикатов Сколько процентов брал? Младший Пшенко 75% 75%? Да От чего? От суммы налога Который надо уплатить Он уходил На обналичку Я хочу сказать Что один из радикалов Сказал такую классическую фразу По-моему, новая власть ворует Больше, чем мы Но это, в принципе, невозможно Александра, а сколько А сколько воровали А сколько Сразу вопрос Сколько воровали у вас Когда вы были у власти? Я могу вам сказать Что сегодня Нет, ну просто цифры Вы знаете, цифры при Пшенко Вы знаете, цифры сейчас При вашей власти Я когда была главой госкомитета И сейчас я, хотя как депутат Не попадаю под закон иллюстрации Я себе предложила первую на иллюстрацию Ко мне уже пришла Какая-то А зачем предлагать на цифру? Можно не предлагать это все? Можно просто отказаться от списка От места в списке? Потому что есть Нельзя говорить Что власти воруют все Это для этого и суши Погодите, закон иллюстрации Еще не подписан К сожалению, есть вопрос Будет ли подписан Мы начали с вами Давайте вы сейчас В эту тему не сползать Я хочу не в это Давайте все-таки Я хочу не в это Мы обязательно в нее вернемся Это я вам Как за антимонопольную политику За полтора года Я в землю вгрызалась Чтобы понять Где скрывается воровство тарифов Уважаемые слушатели Послушайте внимательно Отвечаю своим именем Можно даже посмотреть Здесь не только слушатели Здесь даже зрители 40% ворует в монополитах 40% Вы заплатили 100 гривен 40 гривен воруются И когда сегодня Подняли в два раза цену на тариф Мы в два раза больше Даем воровать монополисту Поэтому Это есть ненужное Александра Александра, но вы не ответили на мой вопрос На сегодняшний день На сегодняшний день Могу вам сказать Что мы Обращалась я и к премьеру По этому вопросу Требование МВФ Может подтвердить Господин Пасхавер Стоял не повышение тарифов А сбалансировка Баланс нафтогаза Позитивный К сожалению правительство Вместо того чтобы убрать Коррупцию Я просто хочу Всюжу услышать ответ на свой вопрос А не предвыборную агитацию Нет Это не предвыборная агитация Это не предвыборная агитация Классическая Классическая Если застанет мой согласен Это был ответ на вопрос Или предвыборная агитация Вам отвечает избиратель Ответьте пожалуйста на мой вопрос Алексей 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 Я вам могу сказать Ваша предвыборная агитация Будет в конце октября Когда вы получите квитанции Специально сделали Постановлением Кабмина Чтобы вы получили После выборов Потому что Если бы вы получили Их сейчас То это была бы ваша оценка То и реформа Александра Но я же всего лишь хотел От вас услышать Воровали при всех правительствах И при вашем тоже При всех При всех правительствах Всегда есть воровство Как во всем мире Есть коррупция Только размер воровства Ответ вы получили Определяется При всем правительстве Ответ я получил Понятно Я даже Извините пожалуйста Я хотел бы Спасибо за аплодисменты Аплодисменты должны быть Знаете ребят Бурные Но не продолжительные Потому что иначе У нас все время Программа на них уйдет Так вот Хотел бы представить Нашу гостью Которая впервые Принимает участие В нашей программе Не она одна Впервые сегодня В этой студии Но тем не менее Ирина Верещук Она Многие наверное Слышали Может быть фамилию Не запомнили Но слышали Про мэра Города Рава Русская В Львовской области В двух километрах От польской границы Который попросился В Польшу Не в Польшу Извините Он не попросился В Польшу Когда Янукович Отказался подписывать Соглашение об ассоциации С Европой То город Рава Русская Обратился к Евросоюзу С предложением Заключить Соглашение Об ассоциации С одним Отдельно взятым Украинским городом Но При этом Я еще Столько Готовясь К программе Про вас Ирина Интересного Узнал Что вы Оказывается Черный Пояс По карате Имеете Правда? Не ну Подождите Правда? Это не Стосуется Тема нашей Размова Но я вам Дякую Так Значит Мы можем Быть спокойны В случае чего Владимиру Владимировичу Путину Она сумеет Дать Блестящий Отпор Кроме того Переводчица С итальянского И польского К черному Поясу По карате На скрипке Играет И 10 лет В армии Служила Правда? А где вы Служились Не секрет? В своем месте Служила Я закинчила Вестковый институт И ее Офицером запасом На сегодня Понятно Понятно Так вот Ирина Андреевна Как вы думаете Переживем мы Зиму? Ну власне Как Наймолодшая Женка Минский Голова В Украине Я не могу Без слез И без эмоций Спостерегать За тем Что сегодня Отбывается В Киеве На нашем Олимпе И насправде Щодо реформ Я хочу сказать Наступное Нияких Реформ Немає Я відповідально Заявляю Это все Фикция Неправда Ничего Навіть не Починалося Все Что можно Можна было Зробити Можна было Почати Еще 7 месяцев Тому Одразу Как только Перемогли Янукович А кто В этом Виновата Влада Потому что Мы ее Обираем Власть Такая Вещь Очень Мы Люди Громада Даемо Владу В руки А влада Вилазить На шию У нас Користалася Апатия У нас Користалася Тим Что люди Поехали Додому А дехто Почав Їхати В АТО И сьогодні Вона Насправді Паразитує На громадах Паразитує На своему народові І поясню Чому Всі ті схеми Які діяли За режимом Януковича Діють сьогодні Змінились Тільки прізвища Навіть Не змінюються Схеми Зараз я говорю Про будь-яку галу У нас Равіруські Три Державних Підприємства Шпалопросочувальний Завод Шпиртовий Завод І Лізгост Усі три Після вчора Зупинився Шпиртовий Завод Шпалозавод І Лізгост На грані Закриття Що трапилось Що заважає Сьогодні Почати Проводити Такі реформи Адміністративно-територіальної реформи Взагалі Немає Мери міст Говорять Якщо потрібно буде Якщо президент Підписує закон Про особливий порядок Окремих районів Донбасу Тобто Луганської Донецької області Якщо для того Треба брати автомати в руки Щоби всі зрозуміли Що особливий порядок Потрібний цілій країні То я так розумію До цього нас сполукають Я дуже проти Цього Що сьогодні відбувається І не тільки я Мене уповноважила Моя громада І міські голови Які сьогодні Мене бачать І чують Я хочу вам сказати Ці люди Які сьогодні Залишились на місцях Які не в АТО Вони хочуть І можуть Зробити все від них залежне Дайте їм цей шанс Дайте громадам Самим рятувати В свої місцах Ірина А я хотів би от вас все-таки Услышати більше Более конкретний ответ Более конкретне обвинення І от вас, Александра, тож Ви вдвоєм говорите О том, що схеми старіе существують Какі конкретні схеми? Називайте Називайте чиновників Називайте отрасли Називайте міністерства Не просто власть паразитирує Ми догадуємося об цьому Власть Іванов Петров Ізмін соцполітики Петя Васичкин Ізмін економразвития Александра, вам говорите Ви ж знаєте об цьому Продовжуючи тему, яку підняла мер Дуже важливо Наприклад На сьогоднішній день В темі Що ми кажемо, що Підготовка до зими Я вам сказала абсолютно Перевірену цифру Бо зараз в парламенті Ми створили слідчу комісію Я півтора року Витягувала ці документи Що в кожному тарифі 40% Це є Воровство 100% Я вам кажу Перевірену цифру Це найменше Остаточна Зараз я маю Перевірку Рахункової палати Яка перевірила Вінницькі Взяла тільки Вінницю І перевірила Комунальне підприємство А ви своїм Однопартийцям Которые Зараз Я зараз Ніж одну партию не чіпаю Ви ж запитали Схеми Вінниця Перевірили Комунальне підприємство Тепла Та води В кожному Рахункова палата Ви повідає Міністр Который отвечає За жилищно-коммунальне Хозяйство Правда? Міністр Который отвечає За жилищно-коммунальне Хозяйство Він входит В этот кабінет Міністр Зараз Перед опалювальним сезоном Мер Києва Відключил гарячу воду Відключил тепло Піднял тариф І пішов на вибори Більшість мерів Сидить Не я Включити опалювальний сезон А шахмаками Александр Подождите У них і газа На сьогоднішній день Та нет В нужному количестві Ну, у нас і газа Ні в достаточному количестві На сьогоднішній день Алексей, це неправда Отключення горячої води В Києві Ну, ви обвиняєтеся Зараз правительственні схеми А ви ушли Я обвиняю Що на сьогоднішній день Не змінилися Система підходу К формування Реформ Якщо ми кажемо ЖКХ Треба було почати Знятися з монополістів Взяти під контроль Вот, пока ми будем уходити От ответів Я хотіла привести, наприклад Лісове господарство От в нас є Раворуський лісгосп Люди стояли з нами на Майдані Цілою громадою Ми разом боролися з режимом Януковича Позбулися режиму Януковича Директор Всі разом зібрались І кажуть Давайте будем жити по-новому З цього дня Ми перестанемо О тим фірмам, які є Треті фірми, які на тендерах Беруть участь Ми не будемо платити відкати Ми не будемо по тих схемах Працювати Это по какому ведомству проходить? Лісове господарство Это Минэкологія Кто у нас Міністр екології? Пан Мохник Відразу Через місяць Як почали ось так люди працювати Тобто чесно, фактично Намагаючись цю ситуацію змінити Почали змінювати директора Без нічого не пояснюючи Просто немає директора І все Люди повстали Ми вийшли на вулиці Ми поїхали до керівника до Києва Поїхали цілою громадою Я, як міський голова Зі мною пан Черняков Навіть розмовляти не захотів Він сказав Ви ніхто Та хоть Дід Мороз Хай до мене дзвонить До міського голови Хоть Дід Мороз Коли люди повстали І так по кожному підприємству Пошпало завод Те саме Вони вийшли І не впустили нового Хто вони? В Києві відбувається Те саме, до речі У мене подруга, яка працює В МТСБУ В них абсолютно такий Так званий правий сектор Який намагався захистити Попередню директорку І коли, власне, передзвонила До керівництва правого сектора Сказала, ні, там нікого немає При найменшому приїзді міліції Отакі от молодики В чорних формах Які абсолютно неподібні В результаті ні на кого Вони дуже швидко вшиваються Це ті самі ті дужки Але просто Які ж, не знаю Раздужки У нас є хороший спеціаліст По схемам і журналістам Который розслідується Всегда по економіки Вовсе Александр Харибет Я щас не о схемах Отключення горячої води В Городі Києві на два місяці Продолжаю себе отключення Приведет к економі газа Аж на три дня Три дня С языка сня, Александра Ви вдумайтесь Київ, сидящий два місяці Без горячої води В рамках отопительного сезона Це то же саме, що три дня тепла Вопрос Зачем це було зроблено? В чьих інтересах? І хто заработав на цьому? Ответ Я не знаю цього відповіта Гипотеза Хорошо, не відповіта, а гипотеза Я зроблю гипотезу Давайте подпочим Давайте ми подпочим У меня щас не гипотеза У меня щас такой посылок У нас проблема більше У нас половина Кабмина ушла на выборы У нас губернаторы не работают, идут на выборы У нас премьер-министр ушел на выборы Какой там уже Киевсовет? У нас президент ушел на выборы, который обещает реформы, которые то ли будут, то ли не будут в 2020 году Вы за меня сейчас проголосуйте А там мы посмотрим У нас в тайне на всякий случай Извините Да, да, да Таким восторгом все все обвиняют Да, ну в такой сложной на дворе Ну в такой сложной на дворе Ну в такой сложной на дворе Ну в такой удовольствии все получают обвинение Вопрос в том, что сложная система не меняется в один день Люди те же, они же не стали другими Вы что, выдвинули новых вождей Это же все люди А можно вопрос? Александр, а кем вы восторгаетесь? Расскажите нас Я не восторгаюсь Я просто понимаю сложной системой И понимаю, что это делается не таким образом Извините, у меня важный вопрос Просто у меня в голове есть некий план, да Вот того, как дальше вести разговор Хотя бы подумайте, почему они, что плохо В отличие от тех, у кого нет плана Потому что иллюстрацию не провели Секунду, давайте подождите про иллюстрацию Еще поговорим про нее Как раз вот хотел вас спросить Александр, все-таки С чего надо начинать? Вот понимаете, какая реформа Какая реформа? Главная и первая Потому что вот президент говорил на пресс-конференции Первое это, первое это, первое это Я могу сказать Что должно быть сделано в первую очередь? Какая реформа? Пропитывание бюрократии Потому что бюрократию все нельзя обновить сразу Новыми людьми Что это за новые люди? Это люди, значит, которые проявили себя Как бескорыстные люди То есть реформа... Участники Майдана, добровольцы и волонтеры Вот из них надо набирать и пропитывать бюрократию Для чего? Нет, подождите, подождите Они не должны быть профессионалами Дайте дослушать Они должны создать в любой бюрократической ячейке Атмосферу, при которой нельзя воровать Вот если в магазине один не хочет воровать То все остальные уже не могут воровать Как эту реформу назвать? Двумя словами Это обновление бюрократии Обновление бюрократии Вот я хотел бы сейчас к разговору подключить Человек, который пытался, насколько я понимаю Нечто подобное сделать Здесь у нас присутствует Денис Бродский Уже экс-глава Национального агентства Украины По вопросам госслужбы Денис, будьте добры Присядьте, пожалуйста, сюда, если вам не трудно У вас микрофон нет Вот вам микрофон Так все, расскажите, почему вы в итоге ушли? Давайте сначала попробуем все-таки вернуться к разговору Не важно, почему я ушел Давайте я за вас скажу Вы ушли, потому что вы столкнулись с сопротивлением Государственного аппарата тем реформам, которые вы собирались проводить И, как говорится, преодолеть это сопротивление Я так понял, оказалось бесполезным, невозможным, бессмысленным Вы хорошо резюмируете Спасибо Тогда, пожалуйста, расскажите Александр, вы абсолютно правы Реформа должна начинаться с реформы государственного управления Изменение в экономике или состоянии экономики страны Это всего лишь производная от качества государственного управления Реформа управления это процедура, я говорю о людях Никакие процедуры вы не внедрите, если вы не измените людей А если структуру не измените, то эти люди утонут Как он Чекайте Реформа начинается с изменения с месту В нас сегодня чиновники, они чин служат Назовите этот смест Сословный капитализм Вот что построили в этой стране Сословный капитализм Рентно-державное управление Большинство этих людей не працюет за эту жилегидную заработную платню Они працюют за возможностями, которые им дает государственная служба Они не службовцами, они не служат В цивильном свете, в других странах, это называется civil services Это слуги народу В нормальном понимании, неспотворенном экономике Это все очень правильное, но не конкретное Структура, и это уже похитные Треба приводить людей, которые патриотами Яки будут точно, вы абсолютно правы Приводить людей, которые будут нетолерантны До завышаев нашей сегодняшней державной службы Не терпим, ключевое Польские реформаторы, которые работали с питанием Коррупция, вы не сказали Коррупция выникает в связи, когда общество толерантное До коррупционных проявов Правильно вы скажете? Если в магазине один не крадет Не будут краски Денис, у меня уточнение Вы на выборы идете в этот раз? Нет Риторика политика немного Он работал в частном секторе Я забыл, вы руководили Я 17 лет занимаюсь управлением персоналом организации Да, он был специалистом по управлению персоналом И остался, да? То есть из частного сектора пришел Сколько лет, извините, сколько месяцев проработали в правительстве? Шесть недель Так что все же, давайте Вы дезертировали из... Вы дезертировали из... Нет Ага, дезертировали Вас они не дезертировали Кто там ушел добровольно Я считаю, что каждый человек, который ходит добровольно, он дезертировал из Беркалкина Матвей, а я за 4 месяца после нашего государственного службы в громадском секторе Зробил больше, чем за тысячи... Мы сегодня разговариваем про реформу государственной службы На уровне министерств, ведомств, программ, реформ Мы уже 25 лет разговариваем, понимаете? Давайте обращаемся к Матвею Ганакольскому К нам присоединиться недавно Матвей, Матвей, вы работали в Грузии во время грузинских знаменитых реформ Вот что, вы можете, да? Реформа державного управления, смена якости людей Это было первым, что вы не сделали Матвей, вы были в Грузии во времена рассвета Грузии Вы можете сравнивать ситуацию, что происходит сейчас у нас и что было тогда? И тогда была война и у нас война, на которую сейчас многие списаны Да, абсолютно правильно, списаны Я согласна Война, война это то, что все спишет или нет? Или реформа возврата? Война это то, что нельзя не видеть Все, кто сидят сейчас в этом зале, делают вид, что Украина не воюет Я считаю, что это неправильно Чего вы изображаете все, что Украина не воюет? Я был на передачах Жени Евгеньевича Киселева, друга моего Благословенные времена Януковича Сейчас вся риторика ровно такая, как будто нет войны Как будто упрямый Порошенко От того, что ему нечего делать И пьянь, которая там вокруг него С какими-то девками или что Это что? Это что? Правда, что ли? Это же фигня, все Зачем вы все делаете вид, что не идет война? Зачем все, кто сидят здесь, делают вид, что мы не стали за... Буквально сколько? Три месяца, да, прошло? Шесть? Три? Шесть? Семь? Семь месяцев Семь месяцев прошло Деньги Россия забрала Крым Ввела войска Сумасшедший дом Люди гибнут Все сидят и говорят Что-то мы реформ не видим В Грузии, если мы говорим о Грузии Случилась трагедия Потому что Саакашвили, как многие здесь горячие головы говорят Вот что-то мы не видим реформ Он ломал страну через колено И что получилось? Все как ожидалось Совершенно спокойно В один прекрасный день По демократической процедуре Выбрали не его Вы хотите, чтобы господин Порошенко Начал, эх, реформы И после этого, чтобы граждане Даже без Майдана Спокойно на демократических выборах Выбрали новую реинкарнацию Партию регионов Давайте не забывать Что есть президент У президента есть Вот он доверие 56% по всей стране Было 22% доверяют президенту Украины Последняя социология Говорит 22% Еще раз повторяю Знаете, есть разные А я не закончил А вы просто говорите Речи, которые воспринимаются Как особистого образа С личными людьми Такими, как я И есть волонтеры И так У президента 56% Вот он доверие Его выбрали На всей территории Украины И он стал президентом Не далее, когда была президентская Прест-конференция Вчера он объявил о том Что будет это первым пунктом Это будет это и это первым пунктом Да Круто Я свидетель был Круто Да, круто Ох Круто это он все сделал Какие вопросы у граждан? У граждан вопрос справедливый Который вот вы задавали И вы, Ирина А почему так долго ждали? Почему чего-то, хотя бы что-то одно Не начали раньше? Справедливый вопрос? Справедливый Но Делать вид, что такая огромная страна Раздираемая противоречиями территориальными Мы знаем с этим Лугандой Раздираемая противоречиями элит Все прекрасно понимают Как меняется элит Насыщение Вы правы абсолютно Мне кажется, что нельзя в одну секунду элиту поменять И это будет грандиозная трагедия Инфильтрация Вы абсолютно правильно сказали Но А кто может сказать, что можно поменять? Ну я Управно Эй, Евгений Алексеевич Если вы меня слушаете Я еще Слушаю их руководителей Которые сейчас Евгений, у меня здесь Не согласится с вами Я почему не согласится? Ирина Действительно, за 6 месяцев Ни чорта урядом не сделано Действительно, у нас есть на вскидку 4 месяца, чтобы что-то сделать Но не нужно, извините, вы не ходите в велосипед Можно просто сделать то, что сделали все страны, которые выходили из этого дурного радянского блоку Грузия, Польша, Прибалтика Нам сейчас просто кончат, погодься с мной, нужно, не зайвим Будет 10 миллиардов долларов инвестиций Вы согласитесь сейчас, для Украины, да, в этой ситуации? Зачем? Зачем? Для того, чтобы вы их подтвердили в Украине, не сессивной гроти Дайте, я закончу Дайте, я закончу Так вот, давайте говорите Польшая федит МВФ, я даю окупанты Деньги Дайте мне договорить У вас еще будет эфирный час В конце концов Я не умоляю просто Я сейчас от этого выйду Можно в конце концов просто сделать 3 вещи Допоможут инвесторам привести ті самі инвестиции Давайте, друзья, я для вас поясню Потому что этим людям пофиг, что я говорю В результате Потрібні просто 3, дуже яскравые приклади подолания коррупции Цего не было сделано за этот час Если прокурор Ярема сейчас показово засудить попереднего прокурора Який, на жаль, також из Майдана И, на жаль, також из Радикальной партии Який недавно купил найдорожший готель Киева Хаят Это чувак прокурор Я не знаю, сколько они получают Сколько прокурора получают? 1010, да, максимум Який нещодавно купил дом в Лондоне Чому? Так, 17 Я получаю больше, поверьте Но я не покупаю себе домик Это первое Просто 3 Другое Зрозуміла податкова система Ось, что нам треба На скрине дебильных 120 податков и поборьев В той час, як треба просто конкретных 5 Чтоб мы с вами зрозумели З чого ви зі стипендій відстегуєте На что я відстегую своих гонорарів На что, вот, зрештою, будь-хто Хто з тих, хто отримує свою зарплату На что вы их отдаёте И судова реформа Судова реформа Потому что инвестор, який приходит сюди Зарай, я закінчу Ви додосе Який приходит сюди И залишает тут своё бабло И раптом у него це бабло віджимают Чтоб вони розуміли, що вони можуть піти в суд И цей суд її захистить Ви зі мною погоджуєтеся, чи ні? Я думаю, що ви не розумієте Так, можна 2 секундочки тишини Просто я хочу вот ещё о чём сказать Всё-таки, есть общественное мнение Мы не организация, которая занимается исследованием общественного мнения Но мы решили, тем не менее, вот, если угодно Замерить градус скепсиса среди нашей аудитории И на сайте подробностей повесили голосование Такой не опрос, а именно голосование Вот, что не смогут в первую очередь в Украине реформировать И вот смотрите, какой мы получили результат Что больше всего людей считают, что Ну, невозможно в Украине реформировать государственный аппарат Дальше идут суды Дальше идут, ну, скажем так Мы назвали это милиция Но имеются в виду органы, отвечающие за соблюдение законности И меньше всего пессимизма относительно налогов Кстати, вот Каха Бендукидзе говорит, что надо начинать с налогов Снижать налоги, это будет самый лучший способ оживить экономику Знаете, что я вважаю, что будет правильным, что нужно начать? Закон должен иметь единственный сенс для всех А то так, люстрация есть, а не для кого-то Для народных депутатов себе хороших никто люстрация Ну, например, закон сам не работает Но вы говорите, закон должен быть Правильно, но он должен иметь сенс для всех одинаковый Я один, я не знаю, а для других его не маю Позвольте, кто-то может позволить Прошу, позвольте Закон требует сначала, чтобы кто-то подготовил Я уже не скажу про депутатов, которые должны его принять А потом, чтобы кто-то его выполнил Правильно, правильно, я хочу Вот у нас командир одного из батальонов Командир батальона Айдар Сергей Мельничев Вот человек, о котором, я так понимаю, в некотором смысле говорил коллега Матвей Гонопольский Человек, который на войне Война, кстати, продолжается, как вы считаете? Война продолжается, потому что сегодня город Счастья обстреливали несколько часов При этом два человека погибло, 16 ранено Это мирные, и три военнослужащих ранены Сергей, тогда у нас следующий вопрос, извините А война все спишет? Вот можно говорить, что раз война идет, то о каких реформах речь? Ну, давайте начнем сначала с первого То, что сколько мы бы здесь не обсуждали закона и законопроекты И не принимали бы это Пока в каждой ячейке общества, то есть в мозгу каждого из нас Это не переключится и каждый не начнет с себя Законы работать не будут Вот, это первое В смысле, не тогда, потому что, знаете, перевоспитание каждого человека можно ждать до конца его жизни Ну, например, у меня живой пример Человек, который возил тетушки на Майдан И тебя можно не наказать Если можно избежать наказания, тогда их не выполняют Вот и все Я просто-напросто сказал Перечеркнули прошлое, забыли Но у нас впереди зима У нас впереди школа У нас впереди работа на благо Украины Очень плохо И мы все перечеркнули И сейчас работаем Ну, я думаю, идеально Работает вся инфраструктура города, где мы находимся Да? Вот и все Хорошо Я обещал, что вы хотите очищение с головой Мы здесь забыли, что война Мы просто никому не позволим на войну списать Бесхозяйственность, коррупцию и воровство Война, мы сегодня своей командой подали заявление в службу безопасности Знаете на что? На то, что на 400 миллионов Минобороны Вы все правильно говорите Конкретики Я прошу только конкретики Чье воровство, и кому не прощайте Чье воровство, не прощаю Петрову 300 миллионов Внимательно, молодой человек Оборонпром на 400 миллионов продал автоматов внутри Украины Это значит, продавали родителям, которые давали своим детям в АТО Это преступление, и никакой войной это покрыть нельзя, так? Еще примеры, Александр Еще примеры Никакой войной нельзя закрыть это Но кроме этого, никто не говорит, что война дает индульгенцию Кому бы то ни было На коррупцию, и не давать, не делать изменения в реформе Если у вас не начнут бороться с коррупцией Знаете, что бизнес ответил? Какие реформы? Евгений, что бизнес ответил? Точно так же на сайте Какие бизнес считает, нужно провести реформы? Это те, кто платит налоги Они говорят, в первую очередь, это коррупция, иллюстрация Потому что они понимают, невозможно работать Все равно берут, просят, отжимают и так далее Третье, это уже экономические стимулы У кого эти индульгенции? И четвертое, совершенно понятно Это уже и все сделать для победы, для мира Так видит бизнес По поводу, госпожа писатель ЦК Александра, фамилии Я хочу сказать, по поводу налогов Когда я стала автором, я автор единого налога Который действует в Украине Такого налога нигде в мире нет Который создал средний класс У нас есть система Только на хороший налог Единый налог Делается куча взяточников Которые собирают Хороший налог, это мало Все понятно Гуря Кирилович, я дал вам возможность Нет, там правые, вы не согласны Конкретно, они не крадут все Там уже бывшие представители Вы отказываетесь от слова Я честно говоря скажу вам Что я слабо понимаю этот разговор Потому что в зале сидят люди Которые грызут власть Которые обвиняют власть во всем Которые говорят, что власть ни черта не сделала Вы, уважаемый коллега Все время требуете, назовите фамилии Матвей, ну а кого нам сейчас обвинять? Януковича, который в бегах? Мы и так знаем все Вы понимаете, что телевизионная передача Это не Следственный комитет Украины Что назвать У меня другое мнение У меня именно Я ничего не говорю, ваше дело Вы можете здесь заставить кого-то Назвать любую фамилию Что происходит дальше? Этот человек, который здесь не присутствует Ославлен на всю страну Его сюда не пригласили Здесь будут вываливаться фамилии А эти люди, что вы потом им скажете Если вдруг вы истите, что они не виноваты Это не мой параметр разговора Еще раз повторяю Еще раз повторяю Честь и достоинство, господа Это работа Надо просто работать Вы прекрасно знаете, что работа журналистская Это классическая фраза Значит, мы с вами по-разному понимаем работу Чтобы нас не дремал щука в этом статье Молчал Правда, правдивая Отвечаю за автомобильный рынок Все на автомобильный рынок Можно говорить правду Ну, ответьте за автомобильный рынок Все понимают, что машина, поддержанная в Украине Стоит в 5 раз дороже, чем в Европе Почему? Потому что созданы тепличные условия Для витчизняного воробника Производящего Хюндай Хорошую машину Хюндайом бы не назвали Согласны, да? Производящего Шевроле GM Витчизняный украинский автомобиль Вы хотите фамилии? Есть у меня Кто у нас стоит за однажды краснознаменным Трижды автомобильным с запорожским заводом? Васадзе Тарел Шакович Васадзе Обожаю этого человека Гордый грузинский пройвик Кто у нас сборку Хюндая Успешно обезглавливает? Нас нынешний президент И поэтому, господа, я считаю, что Судьбу великой и могучей страны Порой решает случай А не одна из двух химер Не президент И не премьер Продолжая эту тему Мы можем дойти и до налоговой Мы можем дойти до прокуратуры Фамилии знакомых Да? Давайте это делать Сидеть Трепаться Мы будем еще 300 лет За это время нормальные нации 40 лет по пустыне ходят Да? 40 лет по себя Из себя По каплю пшу Выдавливают Мы предпочитаем Мягкий формат Мы хотим стать Европой После того, как наши дети умрут Нафига тогда Цей суицид? Майдан было другом Да? Мы наивная нация, украинцы Мы верили, что Янукович Убежит Когда-нибудь, да? И настанет счастье Не себя подобного Начался Крым АТО И это не последняя война Потому что война в Донбассе Это война за Крым Согласны со мной, да? Ни Обама Ни Европа Не считают Крым Только мы В этой студии считаем Крым Одну секунду Простите меня, пожалуйста У нас Сейчас Много гостей Которые Еще вообще ни слова не сказали Я сказал ровно 86 слов Нет, нет, нет Секунду Порог И больше ни разу Не дам вам ни слова сказать Все останутся Просто мы Может быть Немножечко Поменяем диспозицию И на ваши места Посадим тех Кто сидит Что называется На галерке А вас Пересадим туда Но вы там тоже Будете иметь возможность Сказать свое веское слово Но это будет В следующей части программы В следующей части программы Оставайтесь с нами Программа подробностей Представляет Продолжение Очередного выпуска Нашего Политического Ток-шоу Пятничного Ток-шоу Черное зеркало Я напомню Что Мы Сегодня больше говорим О реформах Меньше о войне Но Тем не менее Давайте действительно Не будем забывать о том Что Все те события О которых мы говорим Проходят на фоне Еще далеко Не прекратившегося Вооруженного конфликта На востоке И юго-востоке Украины И Сегодня уже говорили Что последние события Об этом Лишний раз Свидетельствуют Мир Совсем Совсем шаткий И Все конечно Что мы имеем Сегодня в экономике Все те проблемы Которые Надо как-то Расхлебывать И только предстоит Расхлебывать Все началось Разумеется Из-за того Что начала Делать С Украиной Россией Ну и вот На эту тему Наши художники Мультипликаторы По сценарию Журналиста Михаила Дубинянского Подготовили Мультипликационный фильм Которым мы откроем Следующую часть Нашей программы Сразу предупреждаю Он конечно Иронический Но тем не менее Давайте посмотрим Кремль Спальня Путина Говорят у меня Мания величия Наполеоновских комплекс Чушь Этот ваш Наполеон Вообще лузер Он не умел воевать И проиграл войну Будь я на месте Наполеона Париж 1812 год Пригласите русского посла Мы протестуем Французская армия Вторглась в Россию И захватила Москву Ошибаетесь, Манжар Французских войск В России нет Простые русские мужички Сами провозгласили Московскую народную республику Им надоело кормить Петербург В Москве вооруженные оккупанты Говорящие по-французски Все приличные люди Изъясняются на общепонятном Французском языке Вот, почитайте войну и мир В Москве французы Они лопают лягушек У них нет другой еды Потому что вы устроили Гуманитарную катастрофу Но я уже послал в Москву Гуманитарный конвой С шампанским и фуа-грой Ваши люди стреляют по нам из пушек Нет, вы воюете с мирным населением Недавно каратели Кутузова Напали на женщин и детей Под Бородином Об этом написано в наших рететах Это возмутительно Сами виноваты Зачем Россия свергла Легитимная монгольская ига А сейчас жили бы стабильно А мне некогда заниматься Вашим внутренним конфликтом Я должен помочь Английской народной республике Да, и так и надо было делать И тогда Наполеон Пошел бы в историю Как великий человек Ну, ваши улыбки И ваши аплодисменты Я думаю, сигнал мне к тому Чтобы данную тему Не продолжать обсуждать Я думаю, что критический разбор Мультипликационного фильма Оставим на потом А тем не менее Вот Хотелось бы вернуться К теме Которая уже неоднократно Звучала в предыдущей части программы К слову К слову К слову, которое не раз уже называлось В предыдущей части программы К слову Люстрация И к закону Который Принят на этой неделе Сегодня пришло сообщение Что его завизировал Премьер-министр И теперь слово Как я понимаю За президентом Он Об этом Говорил На пресс-конференции Напомню Что Петр Порошенко Сказал Что у него есть По закону Две недели Для того Чтобы этот закон Подписать Что Он ждет Замечаний По тексту закона И готов рассматривать Эти замечания Если они поступят От Представителей общественности От журналистов Будут высказаны В каких-то публикациях Украинских Медиа Вот здесь присутствующих Есть у кого-нибудь Замечания к закону? Замечания Да? А что-то так Все Лукивает пока только Кость Бандаренко Ну пожалуйста Давайте с вас и начнем С вас и начнем Давайте Взагалі якщо говорите Про цей закон То Бін Значной мірою Створює Цілий ряд прецедентів Незвичайно цікавых прецедентів Це буде не робочий закон Закон який буде Фактично Вибирково Застосовываться Оскільки З одного боку Надто багато людей Підпадают Піддію цього закону Під Бортом процесів В той же час Цілий ряд людей Які Цілий ряд категорій Які би Я думаю Мали би Дійсно потрапити Під дію Люстрації А я маю на увазі Якраз Насамперед Людей Які були Не просто формально У якихось Тих чи інших Партіях Тих чи інших Структурах А які Насамперед Мали належність Скажімо До Деяких Чи підозрювалися У корупційних діях В діях Протизаконних Яких Які Як відомо Могли б бути Причетними До Реалізованих Злочинних Угруповань І так далі В 90-ті роки Особливо Ці люди Залишаються Якби Поза Люстраційним Процесом Це перший Момент Другий момент Уявіть собі Президенти З якими Думками Має підписувати Президент Цей закон Якщо він Знає Що завтра От є Наприклад Чотири силових Блок Чотири силових Групи Які контролює Президент Які є Основою Президентської влади Завтра Всі ці групи Зачистять Зачистять СБУ Зачистять А почим СБУ? Наливайченко КГБ Зв'язки Школа КГБ Ви вважіть Собі Генералітет СБУ Які Має за плечима В основному Школу КГБ Скажімо так Завтра То якщо этот закон Будь в такому виде Принят Ви хайсені Гсподин Наливайченко Придеться увольнять? Звичайно А що ви говорите? А почему не? Не, ну просто Далі відповідно Міністерство закордонних справ І так далі Де сидять кадрові дипломати Де сидять Де генералітет Скажімо теж Який працював І за старої влади А і списков Предвиборних Многих Можна буде Вичистити? Ні А якраз Власне Дуже цікавий момент Що люди Якраз можуть На виборні посади Можуть претендувати Через цілий ряд Процедур Можуть Хороша алюстрація Да Вчера шел сдавать ЦВК заявление Да Все Наверно Получили Давайте дадим слово Давайте Показал ему его место Да То есть О ком речь Друзья мои Я Народ показал Или конкретно И пять человек Показали Я уверен Что народ Точно А может быть Чтобы на округе Он проиграл Может там бы народ Друзья мои Человек наступил На все грабли Разбросанные По пути в политику Я сам не люблю Пелеписин Выборы Пелеписин Вы помните Что он сделал С людьми Которые ехали на Майдан Опасное оружие Опасное оружие Все кто работали В прошлой власти Я считаю Что в нашей стране Мы должны выступать За то Чтобы в стране Работали законы И чтобы Если человек И был Засудженным Человек Чтобы его Лечение суду было По нему Не можно Это самоуправство Работать Это реакция народа Потому что Народ видит И просто Офигевает От того Давайте посмотрим Как работает Европа Как работает Соединенные Штаты В Америке Вы где-нибудь видели Чтобы брали Пять человек Любого Любого Значит Подозреваемого Вы сравнили С речкой Соединенные Штаты Америки И Разъединенные Штаты Украины Когда мы Украина близка К пятой Украины Подождите Мы идем Мы идем С вами Пропровский союз Мы идем С вами Мы идем Сейчас Все политики Которые были По главе Давайте по очереди Да В 20 года Будете Предлагать Чтобы люди Самоуправством занимались Мы не построим Правовое государство Мы не самоуправство Мы По вашему самоуправству Да Мы говорим о том Что люстрация Это процесс Весьма теоретический Да Радикальный подход Она не нужна Она нужна Но она нужна Радикальная иллюстрация Вы посмотрите На видео Радикально Нет Не на вилы Да То есть Если Пилипишин Не понимает Месседж Который ему дает Его избиратель И идет еще один раз На выборы То с Пилипишином Надо как-то По-человечески У Пилипишином Много охраны Она его может Спасти от Бака Понимаете Наше общество Насколько уверено В своей невыгодности Что он идет Давайте радикализмом Не пугать людей Если сегодня Человек виновен По нем будет решение суда По нем Я согласен с Алексеем И еще Будут избиратели Голосовать по нему Мы будем ждать Пока Я с вами согласен Самый справедливый суд Я согласен с вами О том что Верхушку Коммунистер Покуроры Бунты Налоговые Все ясно Все ясно Все ясно Хорошо Пожалуйста Коллега А у нас есть Кстати по телефону Мы можем У нас есть Перепишин по телефону Перепишин есть по телефону Хорошо Перепишин есть по телефону Давайте послушаем Перепишин Вы сорвать хотите Передать Алексей У нас У нас на связи Сейчас Чтобы Чисто Чтобы обвинения Были не голословными И мы Соблюдая все Стандарты журналистики Перепишин у нас На включении в студию Это то о чем я до этого говорил Что мы готовы Дать слово Любому В чьей адрес Здесь прозвучат обвинения Есть у нас связь Алло Алло Господин Перепишин Здравствуйте Это программа Черное зеркало Вы нас смотрите Сейчас или нет Нет Не смотрю Потому что я в больницу вернулся Я хотел к вам заехать Отойдите пожалуйста От телевизора Если можно Несколько шагов Сделайте Неплохая у вас больница Я вам хочу сказать Я два месяца назад Тоже был в больнице У меня телевизора не было У меня тоже нет телевизора Вот сейчас нет Действительно Ну здесь звучат Обвинения Ваш адрес И вот Наши гости Говорят Что вы должны быть Одним из тех Кто в первую очередь Должен на себе Испытать все прелести Закона Алюстрации Что вы можете Об этом сказать Узнаете О суде Кто Начнем с этого О суде Ваши друзья Если Если Исходить Из тех действий Которые я совершал Я бы хотел Услышать конкретное Мятное Обвинение В мою сторону Но я с 2004 года Занимал Проевропейскую позицию И с 2004 года У меня в 2004 году Десятки тысяч людей На Майдане И в 2014 Ну один из самых Ярких критиков В студии Это Игорь Молер Я и дам ему слово Пусть он вас и обвиняет Но только Игорь Прошу вас кратко Пан Полыпишин Я сейчас хочу В вашем присутствии Рассказать Собравшейся аудитории Миллионам зрителей У телевизоров О предвыборных технологиях Которые хорошо известны В Шевченковском районе Где я живу Друзья мои Существует такое понятие Как поле Вот Шевченковский район Это некое поле Где 30 тысяч бабушек Голосующих Это сеть Я сам недавно Про это узнал Я в шоке Товарищ Пилопишин Вопрос Вопрос Скажите Вы платите деньги Этим людям Или платили ли им На предыдущих Выборных кампаниях Нет Не плачу А собираетесь ли вы дальше Не платить деньги Бабушка И дедушка И дальше собираюсь Не платить Жалко что вы не в студии Потому что Подойдите Игорь 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 Секундочку Секундочку Давайте мы вот Про другое спросим Господина Пилопишина Потому что Секундочку Это Евгений Киселев Ведущий программы Позвольте Позвольте Я вам задам Конкретный вопрос Вот Вас упрекают В том Что вы Став народным депутатом Буквально там Не успев им стать Вы прошли В состав Верховной Рады В результате До выборов Там по вашему округу Потому что Я напомню В 2011 году Там не вдаваясь в подробности Выборы не состоялись И в результате Состоялись Только спустя год с лишним В декабре В декабре 13-го года А вот Вступив В права Народного депутата Вы тут же Проголосовали За так называемые Диктаторские законы И вот Говорится Что люди Которые Проголосовали Вот мне говорят Не голосовал 16-го депутата Во-первых Во-первых Это манипуляции Потому что Диктаторские Все законы Голосовали 16-го числа Руками И были проголосованы Это можно Дать Синограмму Заседания Верховного Совета И посмотреть Какие были процедуры Люди Которые Сейчас Об этом говорят Они такие же Манипуляторы Как и те Те Кто организовал Голосование 16-го числа Я готов Идти на вашу Программу Взять Закон Так мы вас приглашали Мы вас приглашали Мы вас ждали Мне даже сказали Что вы приедете Опознать На почту Я хотел к вам приехать Я хотел к вам приехать Но у меня плохое самочувствие Я вернулся в больницу Потому что я очень плохо чувствую Хорошо Значит Я надеюсь Что у вас будет возможность Появиться в этой студии Позже Я бы хотел Чтобы люди Которые говорят о демократии Не занимались Подсосовками Манипуляциями И тех Кто меня обвиняет За голосование 16-го числа Это такие же Манипуляторы Как и партия Власти Которая была 16-го января Понимаете Понимаете Вы все-таки Вы все-таки Проходят по процедурам Каждый депутат Это честный депутат Каждый депутат Люстрация Это обмежение Не может ничего сказать Алексей Кайдаев Словакии Словении Краины Прибалтики До речи В Польше Пройшло Три этапа Люстрации Это для тех Кто говорит Что зараз Позвольте не погодитесь Что зараз Люстрацию Не можно Пробудить Действительно Люстрацию Просто в порядке Спрашки Там я все-таки Хотел бы сказать Потом я Позволю вам Продолжить Что в действительности Вот это действительно Извините за Тавтологию И правда В действительности Есть такая Ну Легенда Или миф Такой бытующий В общественном сознании Что вот В других странах Европы Прошла Масштабная Масштабная Люстрация В действительности В действительности Люстрация Во многих странах Проходила Я бы сказал Точечным Образом И Когда Неоднократно Скажем В Венгрии В Болгарии Предпринимались Там Я не буду Перечислять Весь список стран Провести Что называется Масштабную Такую иллюстрацию Конституционные суды Этих стран В итоге говорили Что нет Нет Ребят Так не получится Это нарушение Основных законов Прав и свобод Граждан Ну Грубо говоря Там В Венгрии Была попытка Объявить Предателями Родины Всех людей Которые имели Какое-либо отношение К Советскому Союзу Вплоть до Там Культурных контактов Да Эти законы Прошли Через парламент Но потом Конституционный суд Их признал Неконституционными И они не были задействованы В Болгарии Были Например Приняты Законы Которые Предусматривали Декоммунизацию В различных Областях Эти статьи Были во многих Законах Вот Представитель Левых сил Здесь Присутствующий Мне поддакит Да Ну так и было Да Это Я хотел бы Сказать Владимир Шимаев Да Представитель Блока Левых сил Давайте дадим слово Да Вот пожалуйста А можно завершить Нет нет Только сначала Секунду Я действительно Обещаю Обещаю Алексею Кайде Чтобы он закончил Дякую Тобто Вертающийся Действительно Классичный Приклад Илюстрации Это Усунение От Займания На певных Державных Посадах Певных Осип Яки Мают То-то-то-то-то Але Цей Классичный Приклад Вин Подходить Власне До Европейских Краин У нас Зараз Трошки Трансформировалась И Политика В том числе Польша Чехия Прибалтика Не мали Януковича Не мали Того режиму Не мали Кучу У них был Комунистический Режим В некоторых странах Режим Не просто Комунистический А по сути Дело Окупационный Тому Тому Відповідно И наш закон Винтернатив В декой Мир Трансформировался Хоча Знову ж таки Вин не Досконалый И правильно Говорили Что Наприклад Цей закон Не предбачает Люстрации Народных Депутатов Это Неправильно Потому что Знову ж таки Під этими Виборами До Верховной Ради Придут Ті Яки голосовали Сейчас Давайте Включайтесь В другого Коллеги Я Я завершу Я завершую Але в першу чергу Якщо ми говоримо Про люстрацию І про реформи То воно повинно Пройти Ця люстрація Реформи В свідомості Людей А не так Шановно Пані Мер Розумієте Починає Звинувачувати Хоча сама Забуває Коли Я вас не перебивав Я вас не перебивав І я Заради справедливості Хотів би завершити Я розумію Що ви жінка Я нам не перебивав І вас не перебивав Але дозвольте Завершу Я в жінку Пані міський ООО Шановний представник Свободи Ви ж не знаєте Ви ж не знаєте Земля в їхніх руках Вони все купили Конкретно Шовківський район Голова держадміністрації За межею населеного пункту Всі земельні ділянки Забрали Продали Те саме По області Всюду Сьогодні Так само Все відбувається Тож я хочу сказати Якщо б у тих людей Була совість Вони біля Навіть Найшли сьогодні У владу І Ось Закон Про люстрацію Вони Власне і робили Тому що В них найменш Міністів Тим не менше Тим не менше Отакі сміттєві баки Будуть чекати їх усіх Хай пам'ятають А Це найменше Що може бути Повернуться хлопці З АТО І ви побачите Що ви отримаєте Шановні Бо треба думати Що не маєте Я там слова Власне і розшимаю Якщо Шановна пані Навіть Не знала Що я буду питати А я буду відповідати Фактами Конкретними Ну не треба Затикати рота Добре Ніхто нікого Не перебивав І я вас не перебивав Якщо маєте Ви захищаєте Того начальника Держлітгоспу Який 25 років На одній посаді 25 років І при Януковичу Відправляв тушок А директора Спиртзаводу Якого ви захищаєте Взяли на торгівлі Спирто 35 тонн І він залишаєте 35 тонн І він залишаєте А ви їх захищаєте А ви їх захищаєте Куде люстраєте А ви ж響ки просто знаєте Брейк 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 Секунду Так Владимир Шемаєн Давно проси слова Добрый вечер. Я хотел бы согласиться с тем, что декоммунизацию нужно было провести еще в 1991 году. Точно так же, как и декоммунизацию и всеми иншими. Давайте посмотрим, страны Восточной Европы, Польша, Болгария, Чехословакия, они все это прошли. И где они сейчас? Они сейчас в Евросоюзе, так? А мы, к сожалению, до сих пор топчемся на месте, поэтому это нужно провести сейчас. Тем более, мы посмотрели, что эти 23 года делали коммунизическая партия и все остальные с ними. И сейчас, когда они открыто подыгрывали сепаратистам, я считаю, что их запретить нужно. И сделать это нужно было давно. И еще, пожалуйста, одна реплика. Сегодня мы обсуждаем реформы, я буду кратко. Я хотел бы все-таки вернуться к этому. В четверг была пресс-конференция президента. Мы услышали 60 направлений реформ. Инициатива очень хорошая. У страны должна быть концепция, должна быть стратегия развития. Мы это поддерживаем. Но я хочу сказать, что в этой стратегии абсолютно не представлен социальный блок, не представлена социальная защита людей. И все-таки мы со своей стороны подготовили программу построения социально справедливого государства. И предложили представителям... Давайте без политики. Нет, я без политики. Правда. Я правду говорю. И предложили представителям, составителям этой программы продискутировать, чтобы не только как бы со стороны президента она шла, а чтобы политические силы и общественные организации... Все понятно, Игорь. А в этой программе радикалам чего не хватает? Только быстро. Все очень просто. Я по сути... Друзья мои, я не могу сказать свободный радикал, потому что я выделяюсь в верховный радикал. В свободный радикал Олег Лешков. Просто знаю. Давайте остановимся. Вам не хватает. Это то, что окисляет. Мне хватает всего. Мне просто нужно спорять. Мы будем делать эту иллюстрацию. Я четко осознаю, что если мы начнем иллюстрировать, они не будут сидеть и ждать. Они начнут отстреливаться. И для этого наш лидер с вилами. И для этого я иду в верховную раду для того, чтобы отвечать за определенные сетки. Это предвестное выступление. Главное? Да. Это уже предупрежденная программа. Главное вопрос все же. Алисей, я попрошу. Ну, как бы... Коллеги, я хочу вернуться к иллюстрации и к реформам. Игорь, присядьте. Давайте принимаем. Закон иллюстрации это большое достижение общественности, которая на протяжении месяцев додавила эту Верховную Раду на принятие этого закона. За это большие аплодисменты Егору Соболеву и той команде, которая это сделала. Так, понятно. Хорошо. Давайте поговорим дальше. К сожалению, закон несовершений. Начиная от таких мелочей, как принадлежность к КГБ, пограничные войска в Советском Союзе входили в грязь КГБ. То есть у нас все пограничники должны быть иллюстрированы. Начиная от этого. Два слова, можно я скажу, на захист мусорных сметевых бахерах. Никакая иллюстрация не будет работать в гражданской реформе. Потому что любой иллюстратор или иллюстрируемый товарищ обратится в нашу честную независимую жизнь, которая восстановит поклонные его права. Поэтому никакая иллюстрация без судебной реформы невозможна. Никакая реформа без судебной реформы невозможна. Никакая антикоррупционная реформа без судебной реформы невозможна. Никакие судебные без судебной реформы невозможны. Дайте мне наконец... Все, спасибо. Спасибо, спасибо. Я вас умоляю. Пожалуйста, я уже давно... Вот это вот сидит Алексей Кучеренко, Алексей Юрьевич Робкин, никак не может там вот по методу... Если можно, про иллюстрацию. Да, вот я хотел бы сказать вам... Дайте я уже... Пожалуйста. Алексей Юрьевич, Алексей Юрьевич. Вы хозяин. Я хозяин, да. Простите меня, ради бога. Семь барин. Так вот, я просто хотел вас представить. Не все вас знают. Вы не частый гость на ток-шоу. Во всяком случае, у меня вы впервые. Я не припомню. Я хочу сказать, что вы бывший министр жилищно-коммунального хозяйства. Да. Это было в 2007-2010 годах. Правильно? Да. Сейчас вы представляете партию Блок Петра Порошенко. Правильно? Я не беспартийный. Я иду по мажоритарному округу от Блока Порошенко. Хорошо. Вы идете по мажоритарному округу от Блока Петра Порошенко. Вот, тем не менее, как беспартийный, идущий от Блока Петра Порошенко, как вы думаете, Петр Порошенко подпишет закон в том виде, в котором он сейчас... Я не имею полномочий говорить от имени президента. Я же не говорю, предлагаю... Мне не нравятся два момента. Первый. По вашему, ваш прогноз. Послушайте меня. Почему весь Город Киев уже отклеен рекламными афишами, билбордами, вот пиарится уже на этом законе? Он еще не подписан. Понимаете? Но пиарятся люди. Я не приемлю этого. Второе. Депутаты уже проголосовали, а идет десятая правка этого закона. Так законы не пишутся. Я не доверяю ни одному законопроекту, который вышел из этой Верховной Рады. Потому что более непрофессиональной Верховной Рады я не видел. Я не хочу вас обидеть еще раз. Я могу сказать, вы пока не представляете, что натворила Верховная Рада, приняв закон в апреле. По ЖКХ. Когда к вам в квартиры заходят монополисты сейчас. Без счетчика, без всего. Вы просто не представляете. Вы получили новые платежки, пять там счетов, которые все неправильны. Все. Подорвана вся законодательная база. Это то, что Пашумов приняла Верховная Рада. А теперь услышите меня. Самый главный вопрос. Первое. Слово реформы уже становится ругательным. Мы еще месяц поговорим про реформы и нужно забыть это слово. Второе. Кто отвечает за реформы? Напоминаю. Мы живем в рамках Конституции 2004. У нас есть коалиция, которой нет. Никто не видел этого коалиционного договора. Никто. Именно коалиция сформировала это правительство. И напоминаю, что господин Турчинов и господин Яценюк входили, к сожалению, от Баткерчины Александра Владимировна. Это внутренние проблемы. Это год. Он работал бы мажоритарщиком на тот момент. Еще раз говорю. Я не хочу. Нету коалиции. Никто не отвечает за реформу. Так вот услышьте. Реальная ситуация с газом, ЖКХ не просто плохая, а очень плохая. Еще чуть-чуть. И просто люди придут не депутатов по мусорным бакам разбрасывать, а станет вопрос о прямом президентском правлении. Понимаете? Вот мой прогноз. Или, или, еще раз, Александра Владимировна, Александра Владимировна, Александра Владимировна, я противник прямого президентского правления. Который говорил, чтобы довести порядок, ему нужна власть. Вовзянного аванда. Александра Владимировна, Александра Владимировна, для разрядки, для разрядки, пожалуйста. Вот здесь у меня сидит скромный молодой человек, который вроде как даже и не в гостях здесь, да, на самом деле. А мы его пригласили как представителя партии гражданской позиции, простите. Виталий Шабунин, пожалуйста, Виталий. Дякую за ваше запитание про прозвище. Потому что коррупция и ответственность всегда имеют прозвище. Про какие реформы можно говорить, если заступник генерального прокурора отписывает фирм из своего сына 140 гектаров. Прозвище заступника генерального прокурора Даниленко. После этого два дня генеральный прокурор, которого призначил Порошенко, который говорит, что у меня нет претензий к моему заступнику Даниленко, потому что 140 гектаров не ему, а компании его сына. После этого в Украине нет генерального прокурора, и сподіваться на законность борьбы с коррупцией нет смысла. И теперь прозвище этой ответственности – Порошенко, который должен подать в Верховную Раду на свободе этого человека. Двое. Да. Я не могу. Когда? Про люстрацию. Друзья, про люстрацию. Друзья, через две хвилини, после голосования о секунде про люстрацию, Верховная Рада провелила закон про незаконное сбагачение. Читая процедура. Ранка криминального кодекса. Маєш різницю між доходами офіційным и рівнем життя – автоматична просадка конфіскація. Читкий процедур. Я просто хотел бы обратить ваше внимание на то, что то, о чём говорит Виталия. Кто не голосував? Я вам не давал слова сейчас, секундочку. Айки не голосував? Алексей, Алексей. Фубода 100%. Секунду. Я слушаю эту дискуссию. Позвольте мне мои пять копеек добавить. Всё-таки, вот закон о люстрации замечательно, да? Опыт о люстрации в других странах замечательно. Но у меня вопрос всё-таки, я ни от кого не услышу, а в какой мере? Есть, извините меня, самый главный закон страны, Конституция, основной закон, который даёт определённые права и свободы гражданам. И в котором существуют нормы прямого действия. Прямого действия. Например, там, что все равны перед законом. А вот у вас не возникает у всех присутствующих, кто за закон, кто против, кто его поддерживает, кто его не поддерживает, что вот этот вот закон в таком виде, в котором он принят, нарушает базовый принцип Конституции. Всёобщее равенство перед законом. Нет? Иван, ну а с чего вы с треба починать? Чего вы с треба починать? Пока починать только с банки, понимаете? Ну, если вы не будете его починать, то есть политолог в конце концов. Вы здесь единственный политолог. Вы уже закипались здесь 15 миллионов последние. Скажи уже, наконец-то, взорвись, пожалуйста. Это не только политическая, как проходили в Чехословакии и в Польше. В первую очередь, наша страна, как сказал американский экономист, у вас не коррупция, у вас разврат. Понятно, ваше поведение. У нас разврат, так все-таки. Ну, а зачем тогда у меня возникает вопрос, тогда зачем вообще уголовный кодекс в этой стране? Потому что уголовный кодекс есть в стране, там, статья о том, что нельзя взятки давать, что нельзя взятки брать. Сергей Алексеевич, извините, что есть статья, извините меня, о незаконном обогащении, о злоупотреблении и влиянии, о злоупотреблении служебным положением и властью. Давайте дадим его о том, что господин Шабунин ответил на ваш вопрос сейчас. Я уточню пытание. Когда господин Порошенко представлял господина Ярёму на позицию милиционера, на позицию прокуратуры, он вспомнил слова Лик Ван Ю по поводу Сингапура. Я жду, когда этот человек посадит трёх своих друзей, трёх своих друзей, для чего нужно два-три месяца. Кого посадил господин Ярёма, когда прямые обвинения важны с его ближайшего окружения? Пане Евгении, я сейчас, вы продолжите, возможно, мою думку. Я не знаю, че правильно я на хлопский разум сейчас трактую ваше запитание. Если, например, ровность всех перед законом, если есть какие-то персонажи, которые работали за Януковича, были какие-то закиды. Но он, в принципе, здаётся нормальным пацаном. Мне кажется, это очень хороший способ выкупить свою провину. Это строительство, который никому не заводит, на 45 дней в АТО. И кровью пацан может очень просто откупиться от такой штуки. Я не знаю. А вот смятники, как на мою думку, это очень хороший каталюзатор для этой же люстрации. Потому что, если сильно борется долго, забарится люстрация, а не запизнится кастрация. Так, хорошо, господа, господа, всё-таки, дайте, пожалуйста, микрофонную представителю гражданской позиции. В чем, виправедливости, кроме одного, в нас нет в Криминальном кодексе нормальной редакции незаконного збагачения. Вона там специально прописана так, что называется незаконное збагачение, а по сути, это хабарем. Поэтому введение этой статьи, они боятся больше, чем люстрации. Потому что это сразу криминал. И это то, что народные депутаты, 8 депутатов, провалили, а при этом за две хвилики до сих пор голосовали люстрацию. Друзья, мы все профессионалы в своих справах. Треба говорить профессионально. Закон по люстрации – это все классно. Но институция, которая будет ее делать, Минюст, Держслужба, друзья, это смешно. Поэтому те же депутаты, которые проголосовали люстрацию, я сподіваюсь, она запрацует. Те же депутаты для создания новой институции, антикоррупционного бюро, где люди с нуля набирались по детектору брехни. Поэтому давайте беспрофанатиться, это очень важно. Норма в Криминальный кодекс, незаконное сбогачение – два речения. И институция новая, с нуля, которая будет всем оперировать. Дякую. Я прошу прощения. Вот тут у меня сидит человек. Неопереджена непопереджена институция. Это та, как мое будет Державная служба. Неопереджена политично нейтральна. Но ее требует в Конституции прописать. Вы иначе не пропишете ее. Только в Конституции пропишите. Спасибо, спасибо. Я бы хотел бы просто, чтобы, возможно, десь трошки внести ясность. Тут очень часто покликаются на западный опыт иллюстрации. Хотел бы, чтобы вы просто задумались, почему и Вацлав Гавел, и Лех Валенца были противниками иллюстрации. Это первый момент. Почему? А дело в том, что они считали, что этот механизм не настолько действующий, и его нужно использовать надзвичайно обережно. Он не может использовать, как, когда стригут всех под один гребень. Понятно. Другой момент. Это то, что в той же Польши, когда на начале 90-х годов было проведено иллюстрацию, позже люди, которые подпадали под иллюстрационный процесс, уже в 95-м году, я, например, наведу приклад Квасневского, пришли до влады. Это второй момент. Третий момент, на который бы хотелось бы обратить внимание, это то, что этот закон, на самом деле, с одного боку будет открывать дорогу до полювания на воде, а с другой боку будет открывать дорогу до надзвичайной коррупции. Когда некоторые структуры у нас будут решать, кто подпадает, кто не подпадает под иллюстрацию. И, соответственно, эта коррупция будет процветать в таких условиях, что за предыдущей владе, за предыдущим режимом она просто не снилась. Спасибо. Можно я вас сюда пригласить? Мне неловко единственный наш сегодняшний участник, который вообще ни единого слова не сказал. Я думал, что у нас больше будет разговора об экономических реформах. Я очень уважаю мнение Алекса Лисицы, который является президентом украинского клуба аграрного бизнеса. И вообще есть такая точка зрения, весьма распространенная, что именно аграрный сектор вытащит украинскую экономику, что именно украинское сельское хозяйство благодаря природным ресурсам, благодаря огромной площади пахотных благородных земель может стать локомотивом вообще всей экономики. Украина могла бы стать новой житницей Европы, которая будет полконтинента кормить, и не только полконтинента. И вот мне хотелось на самом деле, чтобы услышали ли мы мнение профессионала по этому поводу. Но до аграрного бизнеса мы, к сожалению, не дошли. А вот, тем не менее, по обсуждаемым вопросам мы... Ну, сложно сказать, дошли, не дошли. Я надеюсь, что все позавтракали и пообедали. Это означает, что страна накормила своих героев. Если украинцы могут позавтракать, пообедать и поужинать, это означает, что аграрный сектор еще работает. А зимой сможем прокормить? Это второй вопрос. Но я вам скажу следующее, что в этом году украинский аграрный сектор займет однозначно первым экспортом по экспорту товаров и услуг, что означает, что Украина впервые с 91-го года станет аграрной страной. Хорошо ли это? Хорошо или плохо? Это результат реформы и погода нам помогла. Вы знаете, это помог аграрный сектор, потому что по большому счету за последние 5 лет Украина первое место занимает по росту продуктивности в сельском хозяйстве в мире, обогнал Бразилию. А, скажем так, если уж вопрос идет о регистрации, коррупции и всем остальном, вот вы задаете вопрос, кто? Так там, знаете, сложно сказать, кто? Коррупция в сельском хозяйстве, она осталась. Мы вот считаем, допустим, в среднем ведлану до столу, грубо говоря, да, и где-то речь идет, 1200 гривен мы тратим на коррупционные внести. Они с тобой разные. Это не только Минагрополитики. На чем эти 1200 гривен? То есть 100 долларов на пункте? На гектар. На гектар. Мы считаем 1200 гривен на гектар. Чтобы не выращивать. Это аренда земель, это регистрация договоров аренды, это Укрзалезница, это логистика, инфраструктура, ВЭС-службы и все-все-все службы вместе, где-то 1200 гривен. Это нелегальная часть, да? Давайте, давайте, давайте. Это взят. Грубо говоря, это взят. Спасибо, поэтому у нас меньше было 200 долларов. Да, я уже. Сейчас меньше уже. Я говорю, что сейчас так было, пожалуйста. Вот, поэтому сейчас немножко дешевле стало, но это не означает, что она исчезла. Коррупция присутствует абсолютно везде, ведлану до столу, еще раз говорю, абсолютно везде. И здесь, конечно, для, знаете, для селян, для колхозников, грубо говоря, вы называете слова люстрация, нам плевать. Сделайте, чтобы мы могли работать. Кто там будет? Я не сделаю. Вы смотрите на меня, я сделаю. Я могу помочь. Регистрацию, что хотите делать, дайте возможность нормально работать. А нормально работать, они дают, вы понимаете, на каждом шагу у нас стоят так звание перепоны. Мы же не можем ничего сделать. До регистрации договора в аренде перепоны, меню стоит. Мы хотим пойти зарегистрировать, чтобы невозможно работать. Ребята, меняют каждые два дня какие-то законы о налогообложении. Пять раз Кабмин вносит новые законы о налогообложении. Как мы можем планировать бизнес? Никак. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь с экологической инспекцией. Через каждые два дня приходят экологические инспекторы, проверяют молочные фермы, где у нас вода, где навод, куда вывезли. Абсолютный бардак находится. Везде, везде. Вот после 7 месяцев новой власти? Особенно последние 8 месяцев. Голодные дорвались и не знают, что делать. Каждый день мы получаем какие-то новые инспекции. Работы правительства вы недовольны, я так понимаю? Мало сказать недовольны. Мы просим что-то поменять. А вы лично поддерживали Майдан? Вот мы поддерживали Майдан, и вы знаете, самое страшное, что в этом деле, что все секторы сельского хозяйства, 18 крупнейших ассоциаций страны, в декабре месяце поддержали евроинтеграцию, когда все стояли на Майдане. Помните, было самое страшное? Был голос сверху дан. Простите. Олег, спасибо большое. Вот мне голос сверху, это голос нашего режиссера Сергея Салмы, самого строгого человека, который потом меня беспощадно ругает за все мои ошибки, в том числе за то, когда я камеру там переговарю и так далее. До свидания. Время на 6 тепло. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...